друзья мои мы с вами в зарочке я сегодня приехала в большую большую зару большую красивую и надеюсь что мы найдем очень интересное так мы начинаем как обычно с украшений я не помню что я вам показывала что нет это точно новое колье вот такое массивное много много разных за 46 долларов много разных питьев как будто бы перышки они очень тонкие она довольно легкая так это по моему новое серебряном цвете с какой-то штукой 36 интересное тоже вот эти браслеты очень красиво иммиграции прямо такие такие знаете древнегреческие какие-то браслеты вот похоже но это другой немножко видите вот этого здесь вот такой вот разрез а здесь была цепочка вот такой браслет вообще конечно браслеты шикарнейшие 36 35 просто шикарные так и вот эти я вам показывала серьги по моему вот эти новенькие стеклышки или пластик не знаю пластик скорее всего 28 долларов они довольно легкие но очень красивые большие массивные вот эти очень интересные смотрите какие для тех кто не любит камни цветные разные камушки вот такие вот золото большие такие диски и вот эти по моему тоже новые это тоже пластик за 28 долларов очень красивые разноцветные красивые пластиковые висюлины такие так здесь у нас всякие сумочки здесь у нас продолжение ага значит вот эти серьги вот это колье не помню показывала вам или нет красивая очень золотом цвете потрясающие браслеты под как будто бы коралловая ветка но они сделаны из металла по моему с удовольствием такой себе купила так вот здесь какие-то железяки большие даже не понимаешь что это браслет наверное вот кольцо под вот этот коралловый браслет тоже как будто бы кусочек коралла обмотанный золотой такой проволокой и что тут еще что-то еще интересное а ну все вот эти кольца какие интересные сумочки на лето посмотрите это я там мелькнула вообще скоро вы меня увидите за 80 долларов посмотрите какая она плетеная двумя длинными ручками двумя короткими ручками и вся обшита по таким блестящими пайетками так меня видно вот вся блестит переливается это я привет всем просто класс очень мне нравится очень необычный подход потому что соломенные сумки они обычно такие знаете на каждый день вот эти пацанушки по моему уже видели с вами так почему-то у нас всегда очень темно в заре ли он по 80 долларов сто процентов написано льняное платье халат который можно использовать как платье можно использовать как накидушку сверху на тот же там на пляж или куда-то просто накинуть на какой-то на майку летом например как такой летний плащик вот такая вот интересная курточка за 70 долларов на подкладке с такого военизированного стиля и вот это же платье там такое защитное а это бежевое так очень красивое платье сине-белое все сделано из шитья за 89 долларов размер large на поясе а нужно четверть и как сделано оно все сделано на пуговице сейчас я вам отойду подальше ага здесь вот такая вот пряжка сделана под цвет пуговиц как будто бы плетеная собственно и есть плетеные соломки и оно сделано как платье халат но при этом у него видите юбка вот здесь вот она расклешается то есть юбка широкая небольшой рукавчик вот такой вот красивое платье очень красивая ткань думаю что хлопок и есть из такой же ткани не платится или это шорты нет такой тоже халатик только коротенький на с белой подкладкой на кулиске за 69 тоже долларов много шитья вот такая рубашка из шитья вот такая же блузка из этой ткани видите здесь много внизу на резиночке такой за 55 долларов белое с синим это сейчас очень модно белый такой свитер за 55 здесь орет музыка я думаю что мне придется наверно накладываться озвучку буду удивлена если нет вот я так понимаю что это такая вязаная вязаная кофта спереди у нее сделана вот такая черная полоса и такие две веревочки что создает такую как бы кулиску вязаная такой в дырочку трикотажный топ и вот белый абсолютно белое платье тоже за 80 долларов очень интересного фасона кстати она с плечками с под плечками пояс у него сделан тоже металлическая золотая под золото пряжка скрытая застежка и вот здесь вот видите вот прошито прошито все донизу с выточками платье красиво может быть по мере его на и сегодня скорее всего не сегодня я сегодня не одета для платьев смотрите еще одно белое как много всего белого не одета в том смысле что у меня никак не та обувь не подходящую для таких платьев опять же у нас холодно у нас до сих пор еще холодно я в теплой куртке на улице дождь холод я от машины пока шла сюда меня чуть не снесло и одета я соответственно а вот эти все летние платьица которые вот сарафанчики все с голым животиком и так далее которые совершенно не не хочется примерять на на эти самые не хочется примерять на какие-то зимние ботинки правда что я вижу еще там украшение поэтому потом наверное будем искать примерку что-то вот я не и делаю такой обзор обзор потому что от белая красивая тоже платье на манекене смотрите какой на такой белый манекен что на ничего не видно на платье красиво а здесь вот у нас серебро вот такая штучка прям показывала ох какая рыба рыба моя брошь рыба а помните я вам показывал своих винтажных находках очень похожую рыбу только маленькую у меня есть похожая рыба вот я прям вся отражаюсь в этих кулонах видите вон я там отражаюсь на веревочках вот такая вот ракушка великолепная вот такой очень классный браслет серьги комплектом вот к этому кулону видите с такими же камушками за 28 эти вот таких комплект с одинаковым камушкам красиво вот такие серьги в комплект вот к этой вот ракушка классно ну как всегда в заре украшения конечно выше всяких похвал здесь маленькие всякие колечки вот интересные серьги по моему мы видели уже шарфики так ну знаете такая такая музыка гремящая вот белое платье из из очень красивого ох какое красивое белое платье и очень красиво вот шитья за 150 долларов она видите как интересно сделано у него сделан вот воротничок не из шитья а из такого хлопчат бумажного кружева и это не просто шитье а у него вот такие вот шитье вот с такими вот надо его померить несмотря на то что нам если размер будет несмотря на то что на мне ботинки очень она мне нравится и вот смотрите как сделано манжет такой же и она конечно же идет на подкладке скрытая застежка если найду свой размер medium я думаю что не нужен large очень красивое платье из я вам показывала в прошлом обзоре платье тоже из шитья на другое это тоже другое платье а она еще сделана вот я сейчас вам покажу эти серьги но я хочу вам показать что здесь еще пряжка сделан из обтянутой белой ткани вот это такая серьга красивая одна серьга на ухо как такой интересный тоже очень одинарный такой вот этот белый сарафан который был на манекене он сделан из разных тканей здесь гладкий такой гладкая ткань сверху а внизу юбка такая раскрешенная очень много белого конечно конечно он вот этот юбка который я хотела очень померить в прошлом видео но у меня не было этого размера а вот есть large может я сейчас и примере несмотря на то что у меня неподходящая обувь все девочки давайте я буду собирать что мы возьмем в пример потому что в общем мы много чего посмотрели ой сейчас еще одну покажу парочку украшений смотрите вот это серьги орхидея даже серьги да потрясающе красивые и к ним и к ним есть вот такой вот кулон видите как они подходят рублюшки вот такая цепь с белой орхидеи очень тяжелая за 36 долларов она очень тяжелая я не знаю чего она сделана сама-то орхидея не очень тяжелая цепь наверное тяжелая потому что сережки не не тяжелые довольно легкие но очень большие они огромные так белая рубашка голубой костюм так еще немножко украшений вот смотрите какое колье такое древней древнеегипетская подходящая под 45 90 под нефертити такой стайл я бы сказала вот такие вот прикольные серьги пластиковая тоже очень громоздкие большие 30 долларов но на любителя кто такое любит тому конечно будет классно здесь у нас что вот это вот какая-то одиночная серьга тоже такая серьга клипса интересно так ну и вот такие вот чокеры ну что ж девушки мои мы с вами примерочные царе я сделала небольшой ну как сказать небольшой обзор потому что знаете вещей как-то не очень много людей как-то не очень много потому сейчас нет никаких сейлов и вообще будний день и вообще у нас ужаснейшая погода поэтому люди как-то в основном сидят дома так сейчас я немножко при причешу вернее расправлю перья свои чтобы выглядеть эффектнее на мне все зара вы помните я вам показывала и жакет этот и брюки я покупала у них на распродаже здесь у меня такой кардиган и майка внизу украшение не винтаж ничего купленных нашим канадском доллар стори я иногда покупаю там очень красивую бижутерию стоило это 3 доллара здесь две две вязанки пуз посмотрите там бывает очень симпатичная бижутерия если найти нарваться наверное надо сделать мне обзор обзор моей бижутерии из доллар стора в нашем доллар стори уже давно все не по доллару у нас уже давно все там по по 3 по 4 по 5 но называется доллар стор и вот доллар за три можно купить за 4 вот что-то такое можно было сейчас уже почти ничего нету и так комплект на мне это не комплект это отдельно вы помните эти короткие жакеты которые сделаны сзади как курточка я вам его и примеряла в обзоре и потом показывал своих покупках и вот эти брюки из по моему где-то много в общем в них шерсти у нас как раз холодно и на мне вот ботинки понимаете сюда бы конечно туфли лодочки и мне лучшего подошло к тому что я принесла примерять но погода не позволяет вот что мы сегодня примеряем вот это платье я вам крутила вертела она мне очень понравилось рядом висела очень похоже тоже из шитья вообще у них потрясающе красиво эти платья из шитья нашла эту юбку мой размер белые джинсы еще две пары джинс меня очень просили бы примерять джинсы во всех магазинах когда я хожу я очень редко примеряю джинсы у меня есть кстати видео отдельное которое вышло мне пару лет назад что джинсы на фигуру груша я там именно в заре примеряла всякие разные джинсы сейчас я принесла то что я нашла своих размеров девочки но вот представьте что в заре все джинсы там на очень худеньких девочек и мне со своим large размером а иногда экстра large заре очень трудно найти джинсы я принесла разных размеров я пришла 10 американский 12 в общем посмотрим будем примерять давайте примерять я много разговариваю все увидимся ну что ж вот давайте джинсов и начнем значит первое мне очень понравился их цвет они в общем-то черные но не совсем они такие черно чуть-чуть синего прямо не черные черные очень не длинные всегда джинсы заре девочки это не на мой рост и сидят они хорошо это размер 10 американский и 42 европейский я всегда очень затрудняюсь этих размеров понять что что тут что но в общем американский 10 и они очень они в принципе по фасону такие свободные ведь потом покажем как они сидят сзади в принципе очень свободно нам не сели я только конечно длина я по ним топчусь это ужасно ну что я могу сделать они очень длинные это брюки клеш посмотрите видите какие они джинсы клешные мне надо отрезать половину брючины вот но сели хорошо легко удобно давайте попробую себя снять сзади я всегда затрудняюсь это сделать мне бы я никак не научусь за столько лет ведения блога я никак не научусь снимать себя сзади правильно как-то девчонки выворачиваться у меня не хватает гибкости и они такой гибкий гимнаст сейчас так вот так поудобнее получается да ну что и на меня пытаюсь пытаюсь сейчас это мне постричь уже таки волосы длинные надо мишку обкарнать короче как-то темно и плохо видно но по моему сидят хорошо даже много я бы сказала потому что джинсы растягиваются если я чуть-чуть них один день посижу похожу мне кажется они будут сильно болтаться так в принципе вот неплохо в принципе неплохо смотрите стоят они 66 долларов видите вот вот их номер размер 10 американский 42 европейский я пыталась понять у них обычно иногда пишет какой-то фасон там узкие широкие клешные низкая посадка высокая посадка ничего нету ничего не написано ведь цвет немножечко отдает в синеву и такая приятная потертость в принципе джинсы очень симпатичные такие они мягкие знаете не твердые и стоят недорого это не самые дорогие джинсы в заре в принципе в заре типа дороже 66 долларов распродажи они будут их можно уже брать долларов за 20 за 30 они будут скоро совсем когда начнется распродажа но у меня знаете вот с размером как-то вот эти еще больше вот эти я принесла не 12 44 а видите вот эти называются широкий широкая нога вот эти я думаю тоже широкая нога потому что здесь действительно они клешные они все очень длинные мне искала какого-то другого фасона джинсы девочки разных фасонов но нет моих размеров так эти джинсы совсем не большие на размер больше видите это очень похожие на вот эти первое что я мерил только другого цвета очень длинные очень большие значит у меня ведь что происходит я чуть-чуть схуднула но совсем мало совсем чуть-чуть и я опять размерами нифига то я ходила все примеряла мне все писали зачем ты берешь на размер меньше одежду чем тебе нужно потому что я по привычке брала то что мне было как раз раньше а я поправилась теперь я по привычке берут те размеры которые мне были хороши когда я была под по толще немножко и теперь вот они на мне болтаются реально у меня дома джинсы которые у меня лежат и зары они вот то это вот размер то есть вот вы представляете как они мне сейчас велики вообще надо перед сделать переборку моих джинсов дома и вообще сейчас не хочу ничего покупать потому что я надеюсь что я еще будет так каждое видео вам рассказываю про свои размеры и про то что я ну девочки мы ведь с вами не не стилисты мы с вами подружки вот вы идете с подружки в магазин она набрала это мало все то велико все вот блин и что делать следующий раз приду к зару возьму другие размеры все очень зависит от фасона очень может быть с другой размерами будет этот размер как раз мне еще есть белые джинсы сейчас мы примерим вообще это конечно фиаско и позор что мне все то мне все маленько это все большие так но ведь они столько же стоят в 66 долларов размер вот их номер размер 44 европейский 12 американский не очень велики а вот белые вот 42 10 американский сейчас мы их померим и посмотрим какая разница это это знаете какие джинсы это сейчас ультра модный фасон чтобы ножки были немножко кривенькие как указы рожки сейчас очень модно вошла в моду моду фасон джинс и сейчас мне кажется я понимаю почему они мне все велики я сейчас вам скажу свою версию не потому что я так сильно похудела потому что сейчас изменилось изменилось изменился подход сейчас джинсы модные широкие свободные вот прям чтоб они болтались на полубие чтобы они болтались везде на ногах чтобы они были вот где-то вот тут вот висели на на бедрах несмотря на то что на них высокая посадка я может быть что то ошибаюсь может я не право то что честно говоря вот эти джинсы у них реально вот высокая посадка где вот еще как то тоже ну в принципе их еще можно как то подумать что то они должны как-то болтаться. А эти, в принципе, они должны быть высоко. Вот так по талии. И у них, видите, вот здесь вот, возле колена, вот такая вот выточка. Это специальные джинсы сейчас. Вот такие вот. Вы видите, я стою немножко, как будто я матрос на палубе. И как будто бы у меня колесо между ног. Как это ни странно, но сейчас это модно. Вот такие джинсы сейчас. Это последний писк. Но вот когда я ровно стою, они ведь не выглядят колесом, понимаете? Но они немножко такие вот здесь вот галифе. И вот они вот за счет вот этого подреза под коленом, они немножко вот такое вот производят впечатление такого, знаете, легкого, как будто бы галифе. Ну, кстати, вот они мне хороши подлиннее. И, кстати, внизу здесь тоже сейчас я вам покажу. Видите, здесь тоже выточки. То есть они очень широкие, клешные. Но за счет выточки, я вам потом покажу на вешалке, они сужаются. В общем, это очень-очень модные штаны сейчас, которые и по длине мне как раз, что большая редкость в Заре для меня, чтобы брюки или джинсы мне были как раз. Мне, кстати, еще одна пара брюк, которые я вам покажу сейчас. Я тоже принесла такие широкие бананы. И сейчас вот прямо ультрашироченные штаны в моде, девочки. Вот такой вот. Давайте я их попробую снять сзади. Так, смотрите, вот так они сидят на попе. То есть они прямо свободненько из-под попы. Нога выходит вот такая вот. Это мой размер. Но я не так сильно похудела. Правда, что боже, вот так вот. Боссы мои мешают сейчас. Видите, как они сидят? Все мешает. Плохому танцору. Вот, видите, как они сидят? Они неплохо, но они прямо ультраширокие. Сейчас то, что это самый виск. Это то, что сейчас мод. Так, смотрите, они тоже стоят 65,90. Вот их номер. 42-й европейский, 10-й американский размер. Вот здесь есть UK, английский размер, итальянский и... Ой, не знаю, что такое BR, потому что вот это вроде UK. Что такое BR, я не знаю. Вот это Италия, видимо, 46, а BR это... Не знаю. Ну, короче, значит, посмотрите. Видите, как они называются? Я вам сейчас прочитаю, и вы поймете, о чем я говорю. Они называются баги-баллон. Баги – это очень что-то широкое, просторное. Баллон – это баллоны. Баллон. Похожи, правда? И вот эти вот джинсы-баллоны – это сейчас вот этот вот самый виск. Вот этот фасон баллонах. Теперь, я не думаю... Я сначала так подумала, может, мне надо перемерить все мои джинсы, которые у меня дома. У меня все вот эти вот 10-й, 12-й. Но я не думаю, что они у меня все сейчас будут большие. Я вам сейчас объясню, почему. Мои джинсы, которым несколько лет, вот 10-й тот же американский, 10-й, они, в принципе, намного будут меньше, чем эти. Потому что сейчас действительно к джинсам такой подход, что они все очень широкие, очень такие вот баги. Это вот по-английски называется. То есть, посмотрите, какая ширина ноги. Это же что-то вообще. И вот здесь вот под коленкой они отрезаны, чтобы создавать вот этот вот эффект баллона. И внизу... И внизу, они тоже, видите, у них есть выточка. Баллон – это не... Я неправильно объяснила. Баллон по-английски – это шарик. Вот. Я сказала баллон. Баллон – это не газовый баллон. А баллон – это шарик. То есть, они как бы... Шарик воздушный, обычный такой. В общем, они имеются в виду, что вот круглые шарики. Как шарики такие? Видите, на ногах? Баллоны. 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 Правильно. Мне почему-то... Я привыкла, что... Баллон по-английски – это шарик. И так же и по-русски у меня какие-то ассоциации. Ну, баллон, да. Баллончик. В общем, ну, это не тот баллон газовый. И не тот баллончик самозащиты, а шарик. Боже, как я запуталась, девочки. Ужас. Так, смотрите. Еще одни брюки я принесла. И эти вот как раз, по-моему, тоже десятого размера. И вот они мне очень как раз... А, это large. Не десятый, а large. Вот это мой размер large. Я не похудела, ничего. Просто джинсы сейчас делаются вот такими вот большими... Вот такими вот... У них очень... Крой такой широкий, большой. А вот брюки, даже, видите, брюки-бананы, которые тоже очень широкие и довольно длинные. Хотя, в принципе, они по длине палаццо. Брюки должны быть вот такие вот. Ну, как бы пол подметать. Но, на мой взгляд, если бы они чуть... Вот так, чуть-чуть. То есть мне... Я не хочу пол подметать. Я понимаю, что это такая идея, но мне это не нравится. Мне кажется, что у них тоже идея была не в этом. Просто я очень мелкорослая, поэтому у меня, как бы, брюки всегда длинные. Вот это прям подметание пола, я... Ну, как бы, это... Неудобно, но неудобно. Во-первых, вы в них запутаетесь. Во-вторых, это как-то странно, в этом взгляд. Вот чуть-чуть они должны были быть вот так вот. Чуть-чуть. Короче, но это не проблема. Это можно подложить. И вот они действительно сидят классно. Вот такие вот широкие. Кстати, брюшки из Модала. Они очень тоненькие, легкие. Такие прям, знаете, вот невесомые, свободные, широкие. Очень-очень классные. Мне они нравятся. И сидят они на мне прекрасно. Размер large. Вот, видите, они такие... И вот, пожалуйста, они ни капельки мне не велики. Сейчас сзади посмотрю. Это просто джинсы. Да, просто джинсы сейчас... Джинсы в другой крови. Смотрите, как они сзади сели. Нормально, правда? Они похожи по сону на те, что я пришла. Брюки, только мои еще шире. Нормально же, да? Вполне такие. Вполне хорошо так сели. Так, 89% модал. Остальное полиэстер. Размер large. 56 долларов. Вот такие вот номера этих брюк. Они, по-моему, есть еще в другом цвете. Точно не скажу. По-моему, черные. Видите, они тоже довольно клешные. Но, в общем, брюшки неплохие. А вот юбка large на меня не застегнулась. То есть я могу ее застегнуть. Но я либо замок сломаю, либо живот у меня вывалится куда-то внутрь. Серьезно? Пожарная сирена. Серьезно? Что, бежать надо? Девочки, это не настоящий пожар. Я вышла у продавщицы, спросила. Я говорю, это правда? Убежать? Убежать нужно? Убегать? Она сказала, нет-нет, это просто заедает. В общем, я не представляю, как я сейчас буду снимать. Я надеюсь, что вам не очень слышен этот звон. Моя везуха, что называется. Короче, юбка узкая. Был размер экстраларч, но я не взяла его. Я подумала, что ну как же я в ларч влезу. А она такая красивая. Такая красивая. Сейчас что-то блямает. Короче, сказали, что они сейчас проверяют, что происходит. И пока все могут находиться в магазине, но они сообщат, если вдруг это правда пожар. Девочки, я очень надеюсь, что нет. У меня таких два красивых платья приготовлено на примерку. Может, не стоит? Может, стоит уйти? Короче, юбка мне мала. Но красивая очень. Так, юбка. 51% лен, 49% хлопок. Прекрасный состав. Я постараюсь побыстрее, потому что вдруг, правда, придется бежать и пожар. Размер ларч. Вот ее номера. 80 долларов. Она стоит очень красивая, но мне нужен экстра ларч, если я решусь ее покупать. Так, я буду очень быстро... Потрясающее платье. Очень красивое платье из шитья. Не очень хорошо с моими черными ботинками. Платье-рубашка. Перестало звенеть, слава богу. Вот такой вот поясок. Это размер ларч. Я не сняла вот эту нижнюю майку на случай, если пожары надо будет бежать, чтобы я хоть была не совсем голая. Значит, вот такое красивое платье. Немножко я в нем как баба на чайник. Мне кажется, эта юбка немножко, немножко какая-то, ну, как сказать, увеличивает меня, правильно? Или мне кажется, девочки? Но платье очень красивое. Посмотрите, какой красивый рукав. Вообще оно сделано и великолепно. Это не просто шитье, а шитье вот с таким вот хлопчатобумажным кружевом, вставки, потрясающе красивое, белое. Платье, оно не дешевое, но, конечно, оно того стоит. Вот, в общем, красота, красота неописуемая. Хоть я и белый не очень, я всегда говорю, что это немножко платье невесты, но это платье действительно очень красивое. Просто очень красивое. Не обращайте внимания на черные ботинки, это все портит, но платье действительно. Карманов мне в нем не хватает. Есть подкладка, я думаю, что это хлопок и подкладка. И это единственное, что вот этот вот воротничок, он немножко мне вот, я не люблю. Вот если бы вот так вот, ну вот можно его так распахнуть. Мне кажется, так намного лучше, намного красивее. Посмотрите, сразу совершенно другой вид. Так, 150 долларов она стоит, размер Larch. Вот его номера, платье очень красивое. А я не посмотрела состав. Я что-то нервничаю из-за пожарной безопасности. Кроме меня никто не нервничает. Все спокойно примеряют. Я только дергаюсь, все время выглядываю из-за занавески, что происходит. Но зато и музыку выключу. О, опять включили музыку. Ну, значит, все в порядке. Значит, пожар отменяется. Так, стопроцентный хлопок и само платье, и подкладка. Потрясающей, конечно, красоты. Вот этот рукав, он настолько красивый. Просвечиваются руки. Но вот эта немножко юбка, вот, собранная вот здесь на талии, делает, немножко увеличивает меня. Но вообще платье красивое, красивующее. Просто невероятно красивое. Так, пожар отменили, слава богу. Еще одно офигенное, еще более офигенное, я бы сказала, платье из шитья. Бело-синее. Вот здесь, как ни странно, оно меня не так полнит, как белое. Потому что здесь вроде бы тоже юбка такая вот колокольчиком собранная, но за счет чего-то, может быть, за счет того, что вот плечо вот такое, или не знаю почему, но оно просто очень красиво сидит. А-ля 60-е платье, такое в стиле мэдмэн, знаете, сериал. В стиле 60-х, 50-х годов. Даже вот этот вот, вот этот вот такой вот воротник, который, видите, вот такой немножко здесь стоечка, и вот здесь вот он делает такой небольшой вырез. пуговички. Кстати, здесь застежка вот до сих пор, а здесь просто разрезано. То есть до платья халат, а это вы разрезано. И вот узенький поясочек, вот такая вот пряжечка, это прям точно все стиль 60-х. Карманы, клешная юбка. Боже, какое оно красивое. Посмотрите, как оно красиво сделано внизу. Это просто фантастическое платье. Очень мне оно нравится, и очень нравится, как оно сидит. Вот это платье я бы прям купила с закрытым глазом. Оно дофига дорогое. Оно дороже. Это 150, это еще дороже. По-моему, долларов 170. Да, хлопок, все, но они очень дорогие. Вот эти платья шитья. Видимо, за счет дорогой ткани. Вот эта ткань. И вот то, что оно не чисто белое, а немножко с синим узором, это, конечно, супер добавляет ему чего-то красоты. Ну, посмотрите, как красиво. Ну, как же это красиво. Не налюбуюсь прямо сама на себе. Так, ну что ж, это платье стоит 170 долларов. Был размер Larch. Вот его номер. Ищите, у кого есть доступ к Zara. Значит, состав такой. Подкладка 100% хлопок, а верх, ну, то есть само платье, 60% хлопок, 40% полиэстер. Я подозреваю, что вот какой-то полиэстер есть в этой нитке. Потому что на ткань сама по себе совершенно, ну, никак, ну, никак не тянет ни на какой полиэстер. Совершеннейший хлопок. Значит, видите, у нее синенькие пуговички три вот здесь. И вот тут внутри как бы такая ширинка. И здесь еще вот пуговица, которая застегивается вот здесь вот. Внутри. Видите, здесь пуговичка, а здесь вот такая вот петелька. Чтобы вот эта вот штука не расходилась. Поясочек тоненький, пряжечка из той же ткани беленькая втянута. Ну, в общем, платье, конечно, очень красивое, но не дешевое. 170 долларов, конечно, как-то так. Ну, вот такие сейчас цены в Zara на вот эти вот дорогие вещи. То есть вы видите, например, даже вот эта юбка не очень дорогая. Хотя она хлопок и лен. 80 долларов. Брюки эти вообще не очень дорогие. Джинсы совсем недорогие. А вот эти вот платья из шитья, они, конечно, все стоят прилично. Прилично. Но я вам хочу сказать, на селе они все потом будут в одну цену. То есть вот если это стоит сейчас 170, то на распродаже оно сразу, допустим, первая оценка, оно будет стоить долларов, наверное, 70, может быть, 60. Вот как-то так. Но я не думаю, что оно зависит до распродаж. Честно говоря, знаете, у нас сейчас такие цены, что это уже не кажется чем-то безумным. Вот такие вот цены. У нас так все сейчас дорого, что... Вы видели, я в ней не клос снимала, пижама стоит 50 долларов. Мне девочки написали, пижама за 50 долларов. Правда, что пижама 50 долларов. А тут целое платье. Ну, причем так вот, красиво. Так, ну что ж, мои дорогие девочки, все, у нас был и пожар, и сигнализация сработала. И что вам только хотите. Когда я снимаю видео, у меня происходят самые-самые необычные и, ну, скажем так, неординарные ситуации. Я, правда, снимала и думала, может... А я, знаете, стою, я же переодеваюсь, я стою без штанов, без ничего. И, извините, с голой... Ну, не с голой, в трусах, пардон, да? И думаю, а сейчас как скажут бежать, а я, допустим, вот... Ни в чем. И что мне делать? Или одеваться и бежать, или бежать так, потому что, если буду одеваться, может быть, не успею выбежать. Сердце просто скакало и прыгало. Чуть инфаркт не получил. Все, вот такая у меня опасная блогерская деятельность. Все, девочки, надеюсь, что вам понравилось, надеюсь, что вам было интересно. Латья, то, что надо. Очень советую и рекомендую. Кому не жалко 170 долларов, я думаю, что в Европе она стоит намного дешевле, поэтому... И в Штатах, кстати, тоже. Поэтому вот так. Поэтому вполне-вполне можете покупать. Все, всех люблю, злую, всем привет, бай-бай, пока. С вами была Дита, бай. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода.